Всем привет! Продолжаем путешествовать. Италия. Город Падуя. В общем, мне понравился этот город. Даже немножко побольше, чем Верона. Знаменитая часовня скровения. Хочу показать внутренности этой часовни. Часовня скровений или Святая Дева Марии. Надо отметить, что там очень все жестко регламентировано в этой часовне. Вход каждые 15 минут, не более 15 минут, точнее, нахождение группы из определенного количества людей внутри этой часовни. Следят за этом итальянцы молодцы, потому что там фрески, которые могут, конечно, действительно со временем разрушаться, они их реставрируют постоянно. Предварительно некая вводная лекция о том, как это все реставрировали, и после этого группа проходит. Просто осматривает внутренность этой часовни. Билеты надо брать заранее, можно взять в интернете. Достаточно тяжело в такой туристический пик. Мы где-то, наверное, часа два, два с половиной ждали того, чтобы зайти вовнутрь. Ну и так, часовня скровения, не маленькое каменное сооружение. Я вам зачитываю из путеводителя данные. Маленькое каменное сооружение неизвестного архитектора. Некоторые полагают, что это работа сживания и ремитания. Другие же называют Джотто. Был такой архитектор. Часовня была заказана Энрике Скавени, возможного спасения души отца Рижинальда. Кстати, Рижинальда был прославлен в стихах Данте, 17-й песни из Адак. Вот. Часовня была совмещена в палатах, где жил Скравени, поэтому как бы были отдельные входы. Для тех, кто молится и для семьи. Названа в честь Девы Марии и заложена в 1303 году. Освещена 25 марта 1305 года. Вот. Представляете цифры какие? 1305 года. Сейчас на дворе это 1018. Сколько прошло. Блин, даже дофигища. Я прошу прощения за такое выражение. Итак, расписать фрески церковь пригласила Джотто, который работал в Падуе. Повествование спасения людского через рассказ Марии Иисуса Джотто достигает вершину своего художественного мастерства. Джотто де Бандоне, так звали этого, художника-архитектора. Он прибывает в Падуе, который был уже известным художником в Италии. Приобрел очень большой опыт в Ассирии, в базилике святого Франческо в Риме. Падают Джотто, работают в длинный период. Его приглашают государственные заказчики, духовенства, частные клиенты. Но надо сказать, что, к сожалению, от всей этой большой деятельности Джотто практически ничего не осталось. Сохранились только серии фресок в часовне скровения. Что касается фресок, художественное повествование отображает историю жизни Иисуса Христа. Она отображает 38 сцен. Можно посмотреть, что я тут наснимал. Вы знаете, краски такие, просто обалдеваешь. 1300 год. Просто волосы дымом. Она даже такая старина. Действительно, на меня всегда производило впечатление. Какие-то вот такие старые произведения искусства старых авторов. Даже слово старых-то не подходит. Почти древних. Очень красивые фрески. История жизни Иисуса Христа от его рождения до тройцевого дня. По орнаменту отдельных картин изображены эпизоды из Старого Нового Завета. Люди Святых. Мы были днем. Нам не удалось попасть утром. А часть фресок с утра освещается окном, которое находится над входом. Маленькое окошко. И вообще, по впечатлениям тем, кто был, говорят, что потрясающая красота внутри этой маленькой, такой небольшой, часовенькой. Часовня скровения. Фотографии мне пришлось немножко обработать. Потому что было так достаточно темно. Не очень светло. Ну, вот посмотрите все, что вот эти фрески, которые я вам хотел бы показать. Здесь еще раз подчеркивается роль Девы Марии. Матери Христа. Напусти к спасению. Изображение благовещения. Страшного суда. Ада. Очень здорово выписанные лица святых. Вот все, что я хотел вам рассказать. Посмотрите. Вдруг понравится. А будете в Падуе. Ну, вообще, в Падуе, это очень интересное место. Там надо взять билет. По-моему, туристический билет стоит районе 18-20 евро на два дня. И будете посещать все музеи, которые там есть бесплатно. И в Падуе действительно бесплатно, в отличие от Вероны. В Вероне еще там некоторые музеи, точнее не музеи, а музейные работники, просят еще некую плату. Помимо вот этой Вероны карты, которую вы берете. Ну, это та Кремарочка. Это Италия, брат. Да, кстати, можно на нем и спокойно передвигаться на транспорт. Вот. Все я вам рассказал о Церкви Искровения. Конечно, это рассказ такой по верхам, не глубоко. Здесь надо было, конечно, рассказать, наверное, об этих фресках. Но я не большой специалист. Мне просто нравится то, что нравится. То, что красиво. Какие-то исторические такие вещи надо с настоящим экскурсоводом слушать, смотреть. Я так просто для интереса. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Будете в Падуе. Попробуйте попасть в Церковь Искровения или Святой Девы Марии. Все. Пока. Пока. До свидания.